С 15 апреля изменит график движения пригородного поезда Самары-Похвестнево. Новое расписание связано с проведением ремонтных работ на перегоне Подбельская-Похвестнево, сообщили в Самарской пригородной пассажирской компании. Электричка отправится из Самары в 19.34 и прибудет на конечную станцию в 22.52. В пути, в числе прочих остановок, состав проследует через станции Стахановская-19.50, Зубчининовка-2004, Алексеевка-2018, Георгиевка-20.55, Подбельская-21.50, Аверкино-22.39. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал о работе, которую региональные власти проводят совместно с контрольно-надзорными органами в отношении установленного газораспределительными организациями тарифа на внутридомовое, внутриквартирное газовое обслуживание. Он рассказал, что ему поступают жалобы по поводу увеличения стоимости услуг по обслуживанию газового оборудования. Совместно с Управлением Федеральной антимонопольной службы проводится проверка обоснованности принятых решений. Возбуждены административные дела. В Самарской области 71-летнего рыбака спасли с дрейфующей льдины на реке Татьянка. Об этом сообщили в поисково-спасательной службе. Утром мужчина вышел на лед около автодорожного моста. К вечеру лед размыло и появились промойны. Вдоль берега проступила полоска воды. Самостоятельный рыбак добраться до берега не смог и тогда обратился за помощью к спасателям. На помощь мужчине вышел аэроглистер «Север». В 18.05 рыбака успешно подобрали с дрейфующей льдины и отправили в безопасное место, уточнили в сообщении. В Воложском районе Самарской области около острова Быстренький утонул 45-летний мужчина. Об этом сообщила поисково-спасательная служба региона. Поиски проводились по заявлению полиции, когда поступил вызов о пропавшем мужчине у плавучей пристани. В 9.12 команда спасателей с пяти человек приступила к поиску, но столкнулась с нулевой видимостью. В 13.40 на глубине 4 метров один из водолазов обнаружил тело и доставил его до береговой линии для передачи полицейским, рассказали в ведомстве. В Новокобишевске вынесли приговор по уголовному делу об убийстве домашней кошки. Об этом сообщили в прокуратуре Самарской области. Установлено, что в апреле прошлого года нетрезвый мужчина засунул кошку, принадлежавшую его отцу, в стиральную машину вместе с постельным бельем, закрыл окно для загрузки белья и через лоток для порошка залил воду. В результате произошедшего кошка погибла, уточнили в ведомстве. Посудимый признал вину. Суд приговорил его к лишению свободы на один год и один месяц в колонии строгого режима. В настоящее время на территории Самарской области остаются подтопленными шесть низководных мостов, 38 частных жилых домов, 561 приусадебный участок, один участок автомобильной дороги местного значения. Наблюдается положительная динамика. Вода отступила от пяти жилых домов и 88 приусадебных участков. Участок автомобильной дороги в селе Пестравка Пестравского района освободился от воды, а также восстановлено транспортное сообщение с селом Константиновка в Большеглушицком районе. По-прежнему отсутствует транспортное сообщение с селом Полудники Нель Черкасского района. Необходимые средства для жизнеобеспечения населения имеются. Зависимость от десертов может быть следствием стресса, дефицита хрома, железа, витамина D или несбалансированного рациона. С этим нежелательным явлением можно бороться правильным питанием. По мнению врачей, отбить охоту к сладкому могут ягоды. Люква, брусника, смородина, малина, клубника, черника, голубика имеют низкий гликемический индекс и даже после заморозки содержат много антиоксидантов. С этой задачей успешно может справиться и чеснок. Сульфаты, которыми он богат, имеют свойство расширять сосудистую стенку, снижать уровень холестерина и даже нормализовать уровень глюкозы. Субтитры создавал DimaTorzok